Я хотел бы тоже выделить некоторые моменты, которые, на мой взгляд, имеют смысл обсуждать, поскольку избирательная кампания, она не может охватывать абсолютно все вопросы, она, наверное, какие-то темы должна выделять в качестве основных. Учитывая, что наша партия социалистической направленности, социал-демократическая партия, мы обязательно эти темы должны вынести на первый план. И, конечно, семья, дети — это, наверное, то, что не просто волнует, а то, что предполагает выставить в качестве приоритетных при обсуждении не только партийной среде, но и, наверное, в взаимоотношениях общества, власти, внутри самих слоев общества. Это тема, которая волнует абсолютно всех, независимо от количества детей в семье, независимо от того, в каком состоянии, на каком уровне находится та или иная семья. Поэтому я хотел бы напомнить только те, которые моменты, о которых мы говорили, которые мы пытались законодательно оформить и которые мы продолжаем инициировать в качестве законодательных законов, которые предлагаем для обсуждения в Государственной Думе. Но прежде всего я хотел бы напомнить, что в недрах тех партий, которые объединились в рамках строительства России, звучала тема ипотеки и связи ипотеки с количеством детей в семье. Этот вопрос до сих пор до конца не решен, и, на наш взгляд, он более чем очевиден. Если уж мы хотим что-то предложить молодым семьям, то прежде всего мы должны гарантировать их будущее хотя бы с точки зрения общения с жильем. Если мы ожидаем от молодых семей решений по количеству детей, то, наверное, это количество детей очень просто привязать, прежде всего, к возможности компенсировать или покрыть ипотеку за счет увеличения рождаемости в том или ином регионе. Во-вторых, использование материнского капитала. Да, государство пошло на определенные меры, но я, насколько помню, в нашей фракции партия всегда выступала за то, чтобы обеспечить наиболее широкое применение материнского капитала, не говоря уже об увеличении самого материнского капитала. О защите детей было сказано, может, очень недостаточно, но основные моменты Сергей Михайлович обозначил, я думаю, что на секциях мы о них поговорим. Конечно же, недопустимо в 21 веке и в России особенно иметь такую категорию детей, как беспризорные дети. А что касается защиты детей, то благодаря активной работе не только комитета, который возглавляет представители нашей партии, но и основных депутатов, мы настаивали и настаиваем на том, что ребенок должен быть защищен, и противоправные действия в отношении него должны караться наиболее сурово. Здесь невозможно никакие поблажки, потому что дети – это наше настоящее, наше будущее. Это, в конце концов, та Россия, о которой мы думаем уже сегодня. Что касается школы и образования, я вот здесь согласен с Сергеем Михайловичем, что здесь это больная тема, но она неоднократно поднималась совершенно в разных форматах. Вот Всемирный русский собор поднимал, например, эту тему в связи с тем, что мы, обсуждая порой систему реформирования образования, в частности в школе, забываем, что сама школа, на наш взгляд, является местом, где не только происходит получение или передача знаний новому поколению. Это место, где все-таки традиционно для нас, особенно, я уверен, для сидячего в этом зале, это место было еще и место воспитания. И вот отрыв образования от воспитания или подачи знаний и воспитания сегодня, этот отрыв, он, уверен, уже негативно сказывается, но многократно скажется в недалеком будущем, потому что мы сегодня имеем совершенно ненормальные для нашего общества явления или отклонения, которые характеризуют, что не все в порядке в этой сфере. Не зря же мы говорим о всплесках не только национализма, о попытках, пересмотрах истории. Это все тенденции, негативные тенденции, которые пресекать надо уже на этапе школы, потому что образование с воспитанием дает возможность готовить ту среду, которую в дальнейшем мы можем передать образы правления в нашем государстве, надеясь или ожидая, что они будут править нашим государством лучше, чем мы. Что касается вообще культурной, моральной, нравственной составляющей и воспитания, и образования, то здесь уже, наверное, только ленивый не прошелся по средствам массовой информации, по тем произведениям, или в кавычках, которые предлагаются сегодня к просмотру на телеэкранах, или в кинозалах, или даже для прочтения. И поэтому здесь эта тема, которая не может быть бесконтрольной, она не может быть вне связи с деятельностью самого государства. Поэтому позиция нашей партии здесь очевидна. Мы здесь всегда выступали не просто за повышение этого критерия в оценке деятельности исполнительной власти, но и в том, чтобы мы, работая в этом направлении, понимали, каким образом влиять на умы и настроения наших граждан. Ведь я не хочу приводить негативные примеры, но вспоминаю, что совсем еще недавно по инициативе нашей партии в Санкт-Петербурге мы проводили круглый стол в рамках Санкт-Петербургского университета, и присутствуют на нем очень известные, авторитетные люди, известность и авторитет, которых они завоевали самостоятельно, своим именем. И мы гордились самим участием в этом круглого столе многих людей, которые действительно по праву могли бы входить в советы по цензуре, так называемой. Но сегодня государство боится почему-то, апеллируя прежде всего к тому, что если мы говорим об отказе, например, рекламы при просмотре детских передач, то почему-то мы услышим мнение, что это необходимо делать, нужно сохранять рекламу, потому что эти передачи иначе не будут рентабельными. Если мы говорим о направленности тех или иных видов реклам в тех или иных передачах, опять же звучит аргумент в пользу того, что необходимы деньги для этого. Но разве это не функция государства? Разве мы можем ставить на одну доску и мораль, и нравственность, и воспитание, и деньги? Это совершенно, на мой взгляд, несопоставимые вещи, потому что нельзя этим измерить тот ущерб, который мы наносим подрастающему поколению. Да и, наверное, в целом в стране из-за того, что совершенно бесконтрольно сегодня появляется на экранах реклама, которая действительно наносит ущерб морали и нравственности. Если мы говорим о культурном слое, то мы не должны забывать о том, что в рамках программы нашей партии есть много инициатив, которые требуют не только законодательного оформления, а очень тщательно и взвешенного обсуждения в обществе. Вот мы забываем, что если мы проведем какие-то критерии и приводим какие-то оценочные показатели жизни наших граждан, то мы забываем, что на самом деле есть такое понятие, как качество жизни. Вот наша партия выступала с этой темой неоднократно. Я уверен, что эта тема может прозвучать в том числе и на выборах, где мы, говоря о качестве жизни, понимаем, что это не только количественные показатели, уровень заработной платы, социальных пособий, пенсии, стипендий, но это, прежде всего, и возможность жить в сегодняшних условиях. Это и образование, это и медицина, это, в конце концов, возможность саморазвития человека. И вот по качеству жизни, на наш взгляд, вполне можно оценивать деятельность не только федеральных, но и региональных властей. Растет качество жизни, понятный критерий, не надо заполнять 200-300 показателей, которые порой скрывают, на самом деле, реальные деятельности, функции исполнительной власти. А вот качество жизни, продолжительность жизни, растет продолжительность жизни, уже оценка позитивная для региональной или федеральной власти. Растет уровень жизни, тоже позитивная оценка. И это все считаемо, это все понятно. И главное, что людей здесь нельзя обмануть и ввести в заблуждение. Они видят и ощущают это на самих себе. Поэтому, на мой взгляд, качество жизни – это та тема, с которой можно и нужно наставить. Более того, это законодательно оформлять, чтобы не было спекуляции на этой теме, чтобы мы не получали в очередной раз отговорки или пустые обещания. Ну и, наконец, говоря о определенных введениях, которые сегодня нас ожидают, это появление различных партий. Эта тема сегодня, к сожалению, она… То есть, с одной стороны, хорошо, что она обсуждается абсолютно всеми политическими силами. Но беда в том, что обсуждаемо всеми, она не получает порой решения. Вот если мы ее поставим в углу угла, то, уверен, с этой темой мы привлечем гораздо больше избирателей, чем у нас есть на сегодня. И уверен, что пожелания и лидера партии, да и вступительный слой Елена Андреевна сказал, что я, входя в зал, услышал это, что мы победим. Этот лозунг, он вполне оправдан, потому что все то, о чем мы говорим, реально волнует людей. А мы знаем ответы на многие вопросы, может быть, не на все, но на многие. Поэтому желаю всем нам удачи и успехов.